Добрый, добрый день, уважаемые слушатели в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, волшебное время настало. 15.04 в Москве. Самая, самая, самая пора. Ну, чтобы тавтологии не было. Волшебное время. Самое время поговорить о финансовых рынках, о том, что происходит сейчас, на них, в моменте. И, конечно же, помечтать о том, что будет в кратку, средней и в долгосрочной перспективе. Поводы для этого есть. На этой неделе много важных событий. Ну, и прошлая неделя тоже не осталась равнодушной на движение ценовые на наших финансовых инструментах. Итак, тема сегодняшней программы. Российский рынок акций. Снижение продолжится? Это знак вопроса. В гостях сегодня Виталий Крюков, аналитик комиссионного финансов дома «Капитал». Добрый день, Виталий. Здравствуйте. И в студии Илья Сизов, директор департамента управления активами и исследований рынков Московского фондового центра. Добрый день, Илья. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вам может понадобиться, ну и наверняка даже понадобится, для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру, задать свои вопросы или поделиться собственным мнением на сей счет. Делайте это, делайте. И, начиная эфир, традиционно рисуем картину маслом. Итак, что же происходит в моменте на финансовых площадках? Начинаем с закрытия американского рынка в пятницу. Закрытие в отрицательной территории, собственно, не случился отскок после серьезного падения в четверг. И закрылось на отрицательной территории индикаторы американского рынка. Доу Джонс потерял 0,2%, S&P 500 и 0,3% и в легком минусе 0,09% закрылся NASDAQ. Так, сегодняшний торговый день, открытие азиатской сессии уже, наоборот, в плюсе. Как минимум Nikkei 225 прибавил 0,7%, не отставал Shanghai Composite. Европа разонаправлена сегодня, по крайней мере, британский индекс теряет 0,2%. А немецкий DAX и французский, как, в принципе, в легком плюсе. Ну, и смотрим на отечественные индикаторы, они разонаправлены. Сегодня РТС минус 0,2%, ММВБ чуть выше ватерлинии на 0,02%. Рубль продолжает легкое укрепление, если можно это так назвать, торговлю в узком диапазоне. Пока без видимых изменений торгуются наши рынки. Тем не менее, сырьевые рынки и Форекс, нефть марки Брэнк выше 110 долларов, 110,5. Чуть теряет напротив нефть марки Лайтсвит, 106,80. Золото стоит в районе 1375, сейчас немножко корректируется. Индикатор валютного рынка, главная валютная пара евро-доллар выше 33 фигуры, 1,3350. В общем, тоже в узком диапазоне вокруг, я бы сказал, такой забавной цифры. 1,3333 происходит движение в паре евро-доллар. Набор голубых фишек разнонаправлен. Среди лидеров роста отметим Аэрофлот чуть больше процента, полтора процента МТС и 1,2% Росгидра. Падают сегодня значимо Сургутнефтегаз чуть больше процента, полпроцента Лукоил, полпроцента НЛМК. Ну и, наверное, Сибербанк в легком плюсе, ВТБ в легком минусе. Так все как-то неубедительно, не внушает особых ожиданий, что ли, да, с точки зрения движения в ту или иную сторону. Но, 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 если вспоминать события прошлой недели, значит, мы с вами видели, да, по крайней мере, четверг-пятница, достаточно сильное движение на американском рынке вниз. Вниз, причем рост доходности подтверждал, наверное, да, эту тенденцию. В моменте 2.85 строили 10-летние торжеря, вот, ну, немножко вроде все успокоилось к концу недели, и так будем говорить о том, что. Что нам ждать на этой неделе, учитывая, что в среду, я напомню, уважаемые слушатели, традиционно будут публиковаться протоколы заседания, последнего заседания Комитета по открытым рынкам, и в четверг также традиционно некое событие в Дженсен Хоуле, правда, без главы Федрезерва. Виталий, ты так покачиваешь голову, для тебя все это новости, я сейчас сообщаю тебе, открытия какие-то. Ну, давай начнем с того, что, на твой взгляд, что, в принципе, как можно сейчас охарактеризовать ситуацию на финансовых рынках, что это, какая-то ярко выражена тенденция, ожидание чего-либо, или просто апатия, учитывая, что вторая половина августа на дворе. На мой взгляд, можно выразить все это одним-двумя словами. У нас частный штиль. Летний штиль, да, который мы видим каждый год, и очень показательно, что именно летом произошел вот этот отскок в июне-июле месяце по российскому рынку после сильного падения. На мой взгляд, вот эти летние отскоки, падения, они мало о чем, в принципе, вообще говорят в долгу. То есть ситуация на рынке будет определяться осенью. Скорее всего, сентябрь, октябрь месяц. То есть я напомню, что на сентябрь у нас приходится сессия ФРС. Есть ожидание, что программа монетарных стимулов может быть урезана примерно на 20 миллиардов долларов. Уже с сентября месяца. Да, это 18 число, по-моему. Плюс на сентябрь приходятся выборы у нас мэра. Вот, то есть может вмешаться некий политический фактор снова. Вот, потому что на российский рынок, конечно, в последние годы ничто не влияет так сильно, как политика. Российская же? Российская политика же, да. Я понял. Спасибо огромное. Илья, как ты считаешь, действительно это так? Главным фактором, так сказать, обуславливающих динамику на российском рынке, это выборы мэра, ну или политика действительно российская, или что-то другое? Ну, я не знаю, трудно здесь сказать, будет ли, если какие-то эксцессы будут, наверное, какие-то движения произойдут, но скорее пытаются, если смотреть глобально, рынки пытаются все-таки привыкнуть, их пытаются приучить, точнее сейчас к мысли о том, что снижение КУЕ, объемов КУЕ неизбежно. Ну, у нас еще может быть заседание Центробанка, которое произойдет 13 сентября, насколько я помню. И вот в последнем заявлении Центробанк включил пункт о том, что о разрыве между потенциальным и реальным выпуском, может быть, он снизит ставки. Хотя, трудно сказать, возможно ли этого ожидать, потому что инфляция еще не вошла в коридор Центробанка 5-6%, который он хотел. Ну, вполне возможно, что действительно это тоже как-то повлияет, в том числе и на фондовый рынок. Согласен. Ну, в любом случае, да, все, что происходит внутри России, внутри российской экономики, наверное, напрямую влияет на движение фондового рынка. Но, тем не менее, если начать с событий сторонних, что называется, на этой неделе, еще раз повторю, да, будут публиковаться минутки последнего заседания к педпоставкам. И в четверг, вот тоже, не знаю, есть в этом какая-то интрига, ежегодное выступление или ежегодное событие, и теперь выглядит таким образом. Значит, встречаются главы Федерального банка Соединенных Штатов Америки. Более того, господин Бернанки не будет, да, как было заявлено, вместо него будет вероятная его, вероятная преемница, да, когда в январе следующего года господин Бернанки свой пост покинет. Вот, вот, некто Джанет Йеллен будет выступать вместо него в четверг. Можно в этом интригу какую-то, Илья, увидеть, или это просто технические моменты какие-то? Ну, наверное, да, потому что конференция в Джексон Холле довольно, уже несколько раз приносила всякие интересные идеи. Да-да-да. Ну, в данном случае сейчас ведь очень идет довольно оживленная дискуссия в Америке. Йеллен, Джанет Йеллен или Ларри Саммерс. Вот, и то, что будет именно Джанет Йеллен преемницей, это вообще не факт. Не факт? Не факт. Но она так яро всегда как-то, да, и позицию его озвучила. Кстати, вот недавно было исследование, она дает самые точные прогнозы в Федрезерве среди всех глав федеральных резервных банков. Вот, и вот говорят, что Ларри Саммерс, вроде бы Ларри Саммерс это для рынков как бы не очень хорошо. Для вас как аналитиков это, конечно, аргумент, да, Йеллен дает самые точные прогнозы, поэтому она имеет право возглавить Федрезерв, это так. Ты, кстати, Виталий, ты кого ждешь на этом посту в следующем году? Знаете, мне кажется, от ФРС уже столько много всего ждали. Вот то, что делают члены ФРС в последнее время, они, мне кажется, готовят рынок к тому, что стимулы будут постепенно уменьшаться. Это уже, по-моему, очевидно, там и все уже газеты пишут американские об этом. Ну да, то есть ожидание формируется такое, даже тренировка какая-то была. Я понял, спасибо огромное, прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в студии сегодня Виталий Крюков, аналитик Генетционного финансового дома «Капитал» и Илья Сизов, директор Департамента управления активами и исследований рынков Московского фондового центра. Ну, как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию и пытаемся понять, продолжится ли снижение российского фондового рынка. Кстати, где-то я сегодня видел вновь в ленте новостей, вот 5%, да, что вполне логично еще для нас увидеть низы на 5%, на 5%. Ну, всякое может быть. Надо понять, на самом деле, вот, собственно, Илья, снижение два дня снижалось, ну, один агрессивно, второй там более-менее уже поддержка какая-то, видимо, ощутилась. СНП-500 американская, это начало долгожданной коррекции или просто это вот опять реакция какая-то эмоциональная на статистику, причем статистика-то по обращениям за пособием, боже мой, ну, разве можно так нервничать? Как ты думаешь? Да, ну, тут скорее просто все, несколько факторов следить, как бы, а это было не причиной, а скорее поводом каким-то. Ну, все-таки, в общем-то, снижение довольно хорошее, там было, как бы, данные, ну, и тут оживились страхи о том, что вот-вот, КУЕ скоро снизит, мы все умрем. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, ну, период отчетности закончился, как бы, где драйверы? Август, в общем-то, там объемы очень низкие сейчас, даже по сравнению с низкими объемами последних годов, что характерно для американского рынка, в эти дни объемы, в принципе, низкие, на низких объемах, над особенных 5. Ну, то есть, это не показатель, это не показатель, конечно. Хотелось бы сказать, что это показатель, то, что СНП пошел куда-нибудь на 1550, но, ну, вот, мы же помним, июньская ситуация, вроде бы тоже пошел на 1500, все, подобрали, причем вынесли вверх, да, и всех там поубивали, медведей, кто хотел. Очень хочется сказать, но язык не поворачивается. Кстати, вот замечательный тезис Илья предложил, Виталий, КУЕ закончится, и мы все умрем. Это так? Ну, я, уважаемые слушатели, я прошу прощения, конечно, это фигурально выражаясь, мы все умрем, но действительно, да, начнется какая-то новая, непонятная, незнакомая нам доселе жизнь после смерти. Ну, мне кажется, надо просто постепенно готовиться к этому и искать активы, которые, наверное, могут выдержать сворачивание монетарных стимулов. Не поделишься перечнем этих активов? Ну, знаете, тут сегодня складывается очень большой спред между emerging markets и developed markets, то есть то, что там BRICS и Америка, да. Многие предлагают, вот, значит, как идею делать ставку на свежение спреда между вот этими группами стран и группами рынков, вот. То есть, я так понимаю, что, да. Ну, вот мы в этом году, там, ну, и в предыдущем тоже видели очень отчетливо, что основной поток денег шел на развитые рынки, и в этом году развитые рынки, по сути, ну, в большинстве своем в плюсе, а Америка Махец показывает очень слабую динамику. При этом не только наш рынок, но и все рынки, и Индия, и Бразилия, Китай. Ну, смотри, идея свежения спреда, она за счет чего может реализована быть? Значит, должны покупать развивающиеся рынки, да, и немножко выходить с рынков развитых. А может быть такая разноправная динамика, в принципе? Ну, мне кажется, этот процесс, он очень будет длительным. То есть, инвесторы должны получить некий аппетит к риску, то есть, должны быть факторы, которые будут... Повод, повод, да. Повод, повод, да. То есть, почему они, например, должны выйти из облигаций, перейти в акции, из акции развитых рынков в акции имиджиевакерс. То есть, здесь нужен какой-то мощный такой фактор, да. Может быть, вот как раз рост доходности трежерис, вот на мой взгляд, он может спровоцировать некий отток денег из дивидендных акций американского рынка. Ну, грубо говоря, вот сегодня там дивидендная доходность по S&P крайне низкая, потому что в предыдущие годы все инвесторы покупали эти акции, трежерис были очень низко. Сейчас доходность трежерис выросла, и дивидендные акции на фоне доходности трежерис уже не выглядят так интересно. Поэтому может быть отток из дивидендных акций. А куда, собственно? Может быть, в сырьевые активы. Такое тоже может быть. Вот, поэтому, мне кажется, вот те перекосы, которые сегодня есть на мировом рынке, это между там фондовыми рынками, между сырьем, то есть, очень большие перекосы между классами активов. И вот эти перекосы после КЮИ, они будут постепенно-постепенно выравниваться и входить в некие исторические рамки. Все же? Все же. Наверное, да. Но это, опять же, процесс не год-два. Ну, это понятно. То есть, можно представить, что жизнь при количественном смягчении, да, это как раз... Это не нормальная жизнь. Не нормальная жизнь. Нормальная как раз жизнь. А нормальная жизнь будет после КЮИ. То есть, жизнь после смерти. Жизнь после смерти, как раз, да. К этому мы пришли в результате. Кстати, Илья, смотри, вот Виталий, ну, собственно, и в силу специфики, которой он занимается, но тем не менее, одну из основных инвестиционных идей, ну, средне-долгосрочных, наверное, да, Виталий предложил как интерес инвестора к сырьевым активам. Ну, я так предположу, да, что, во-первых, за счет того, что, а, они очень сильно сейчас очень дешевы, да, и, б, если все-таки восстановление американской и дальнейшей мировой экономики будет во главе угла, то сам Бог велел, да, что цены на подобные активы будут расти. Ты как рассматриваешь, ты актуальным такую инвестиционную идею рассматриваешь? Ну, как сказать, меня вот лично, я был очень удивлен, что после включения Q3 мы увидели на комодите, наоборот, спад. То есть, очень странно, если в предыдущие годы мы видели как раз росты на этом, то в этом году, в этом году вот под все эти такие бравурные марши о том, что американская экономика поднимается, о том, что потихонечку Европа будет выходить, ну, вроде бы Европа так, по крайней мере, в стагнации какой-то болтается сейчас, и чуть-чуть там какие-то улучшения есть, но непонятно, удастся их закрепить или не удастся. Вот, но, тем не менее, мы не наблюдаем росты комодитис, мы наблюдаем, сейчас, конечно, отскок какой-то идет по ним, но вот непонятно, почему так вот произошло. То есть, как бы денег море, а, тем не менее, рост этого не произошло. Ну, может быть, это связано с тем, что китайская экономика как-то охлаждается, а может быть, это вообще связано с какой-нибудь, я не знаю, там, с теорией заговора или еще с чем-то. Хорошая теория, да, очень интересная. Так что, я этого не понимаю, почему так происходит, и поэтому однозначно сказать, что, ну, посмотрите, если мы увидим сейчас рост комодитис, ну, вполне возможно, что будет какое-то инфляционное воздействие на американскую экономику, а там и так уже ФРС накопило на балансе достаточно чего, и что там будет происходить, не знаю, я, по крайней мере, надо посмотреть. Мне кажется, вот сейчас, если в сентябре что-то снизят, возможно, такой вариант. О, немножко ведь срезали, чуть-чуть, как все замечательно, как все отлично. Вполне возможно. Побежали дальше, мы увидим developed markets. А прогнозы, Виталий, прогнозы, минус 20 миллиардов, да, в месяц? Или там разные источники? Ну, с 85 до, ну, то есть на 20 миллиардов, то есть до 65 миллиардов, примерно. Ну, там сейчас и про 10 уже говорят, ну, бог ее знает, что они могут сделать. Ну, да, мы... Опять же, вот если просто вернуться к теме сырьевых рынков, мне кажется, здесь надо просто очень, ну, сделать такую пометку маленькую, что не все сырьевые активы вырастут, то есть здесь надо тоже подходить точечно и смотреть, где сегодня формируются, ну, такие новые центры потребления. И на какие сырьевые товары спрос будет увеличиваться опережающими темпами. А как их можно дифференцировать? И они могут замещать, например, да, то есть можно, вот, например, как альтернативу газ-нефть, например, да, что вот покупать, газ или нефть сейчас, да. На мой взгляд, более интересен газ, чем нефть, в долгу, вот если брать. Например, смотреть тот же самый уголь. Уголь очень сильно упал. Ну, там атом, да, например, ну, там уран сложно очень как-то взять. Ну, вот на уголь, газ можно осмотреть, да, но просто, мне кажется, рынок, он будет проверять производителей на устойчивость. То, что мы видим на калийном рынке, это очень показательно. То есть, мне кажется, рынок будет нащупывать новые точки баланса спроса и предложения в мире, потому что сегодня избыточные мощности, они не обеспечены текущим спросом. Эти мощности были созданы еще до кризиса, поэтому мы вот сейчас не видим рост сырьевых товаров. Это видно и по алюминию, и по стали, и по углю, вот, хотя последний месяц отскок был маленький. Ну, в целом, если глобально смотреть, мощности, они все равно остаются. Производители разные страны, вот сейчас там Китай пытается как-то сворачивать вот эти мощности, то есть как-то давать символы, чтобы эти мощности были меньше, да. Но, к сожалению, пока вот мы не увидим выравнивание вот этого гэпа между мощностями и текущим спросом, вряд ли мы увидим рост по всему спектру сырьевых активов. Какие-то активы уже упали, и потребители, независимо от того, что, например, уголь вреден, они будут потреблять уголь просто потому, что он дешев. Они не будут потреблять нефть, потому что она стоит дорого относительно угля, и все. Не хотелось бы слышать, что нефть полезна, да? Экология уйдет там на третий, пятый план пока. Главное, это вот бюджеты стран. Поэтому вот так примерно будет картина. Да, я понял. То есть идея, в принципе, да, вот эта инвестиционная идея, когда мы смотрим на сырьевые активы, она вполне актуальна, но, да, это не весь спектр. Да, конечно, конечно. Очень выборочно, в зависимости от индивидуального баланса спроса и предложения в мире. Сегодня вот эти спреды, которые есть там в мире между газом, нефтью, там, углем, то есть они колоссальные просто. Они были больше, конечно, уже немножко сузились, но все равно еще потенциал для осуждения большой. Есть куда двигаться, я понял. Хорошо, еще раз мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир с сухой остаток на Финам.ФМ. Как всегда, в эфире мы обсуждаем ситуацию, текущую ситуацию на финансовых рынках. Ну, наверное, даем некие прогнозы или, по крайней мере, пытаемся смотреть в далекое и недалекое будущее. Напомню, сегодня в гостях сухого остатка Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» и Илья Сизов, директор департамента управления активами исследований рынков Московского фондового центра. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. И сейчас мы начнем разговор уже. Будем озвучивать взгляд на российскую действительность. Опять за эфиром мы вспомнили, что достаточно разные поводы для движения российского рынка. На первый взгляд, какие-то субъективные, не очень убедительные. Но, тем не менее, рынок как ребенок. Он, конечно, сначала плачет, а потом разбирается, по какой причине это происходит. Мы вспомнили недавние события. Ну и давайте сначала субъективных. Я, значит, в качестве затравочки, что называют. Ну, Илья вспомнил. Следующее заседание Центрального банка Российской Федерации. И вот, да, какие-то ожидания формируют участники рынка по поводу процентной ставки. Будет, не будет. Вот это давайте обсудим. Далее, динамику, естественно, российской валюты надо тоже обсудить в спектре разных абсолютно обстоятельств. Но, может быть, первое, если не главное, то первое, это достаточно высокие цены на нефть, прежде всего. Да, и что, может быть, даже оказывает поддержку рублю не в смысле того, что он укрепляется, а просто не дает ему возможности еще больше, еще более быстро ослабеть, наоборот. Дальше сегодня заявление чиновника Министерства финансов, что ожидаемый выход Минфина на валютный рынок откладывается до конца сентября. Что тоже, может быть, да, поддержит национальную валюту. Ну, как минимум, ретевые спекулянты, которые полтора месяца назад на этой идее длинных позиций наоткрывали в паре доллар-рубль, могут сейчас и пофиксировать эти самые позиции, что, естественно, приводит к укреплению рубля. Ну, вот, собственно, об этом, а может быть, еще о чем-то, о выборах мэра, в частности. Давайте сейчас поговорим. Ну, Виталий, давай опять, что называется, то, что ближе тебе, высокие цены на нефть, бренд выше 110 долларов, и вот все, что мы видим и на фондовом рынке, и, соответственно, в паре доллар-рубль. Ну, то, что касается цен на нефть, в этой студии мы уже неоднократно говорили про сырье, и, в принципе, с тех пор нефть практически не изменилась, она там же и стоит, там 100-110 долларов, она очень ровно стоит. Вот, оно, ранее мы отмечали такие факторы, как сильный рост добычи нефти в Соединенных Штатах, он имеет место быть, то есть по итогам года мы смело можем выйти на прирост порядка 15%, то есть там порядка 800-900 тысяч баррелей в сутки дополнительного предложения. Напомню, что на такую же цифру примерно прогнозируется рост мирового спроса в целом, но появилось одно очень большое но. Это постоянные перебои в поставках нефти из Ливии, вот это то, что было в последний месяц, из Ливии поставки упали где-то на 900 тысяч баррелей в сутки, то есть, по сути, то, что Америка даст на мировой рынок, вот Ливия уже убрала оттуда. Плюс проблемы в Ираке, которые усугубятся вот в предстоящий месяц. Вот поэтому, казалось бы, нет факторов таких вот сильных, которые бы обеспечили поддержку нефти, но они всякий раз выходят почему-то из там... Они всякий раз находятся. Да, их спекулянты вытаскивают, и не только спекулянты. И, в принципе, в последние годы очень сложно стало прогнозировать рынок нефти, потому что, ну, по сути, как прогнозировать постоянный перебой в поставках. То есть, в принципе, можно это взять как за правила. То есть, перебои будут постоянно. Всегда. 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 То, что мы видим в Каире, наверное, это будет и в других странах рано или поздно, да. То есть, это неизбежно будет вкладывать некую геополитическую премию в стоимость нефти. Вот. Поэтому, собственно, сегодня все эксперты сходятся к тому, что нефть, ну, в обозримом будущем не может стоить там ниже ста долларов. Ну, хорошо. И даже если это так, мы же, собственно, начали с того, что в свое время высокие цены на нефть, тем не менее, как-то поддерживали и российскую экономику, и российский рынок, и российские рубль. А сейчас этого не наблюдается. Значит, этот фактор мы можем оставить за скобками уже. Да. Вот я еще просто продолжу немножко. Казалось бы, вот все факторы сегодня говорят в поддержку нефти, там, да, и перебои вот эти, о которых я говорил. Но всегда вот на таком рынке, когда есть сгусток большой положительных факторов, и якобы не видно никаких негативных факторов, они почему-то вылазят неожиданно. Вот я на горизонте вижу по меньшей мере два таких фактора, которые могут вылазить. Да. Это урегулирование отношений с Ираном, то есть в связи со сменой президента Ирана могут потеплеть отношения с Соединенными Штатами. И второй фактор, это жесткое регулирование спекулянтов на рынке нефти. И некоторым банкам, то есть некоторые банки уже вышли из физических операций по поставкам нефти. Думаю, что этот тренд будет усиливаться. То есть мы просто, это не значит, что нефть упадет, но колебания ценовые могут быть сильными. В связи с тем, что вот эти крупные спекулянты выйдут. То есть спекулятивный фактор, да, соответственно. А спекулятивный, то есть это не значит автоматические падения, но вот колебания, цены будут сильными. Это можно сравнить с событиями, ну сколько там, месяца три, уже четыре прошло, когда золото валилось, да, тоже, когда фонды ее распродавали активно. Ну, примерно по тем же причинам. Ну, наверное, это будет более сбалансировано, потому что все-таки рынок нефти, это, то есть там большая компонент, это физические поставки. Золото это все-таки такой больше ETF-ный рынок. Вот, поэтому продажи спекулянтов, они сказываются очень сильно на золоте. То, что касается экономики нашей, да, то всем уже понятно, что экспортная модель экономики изжила себя. Поэтому сегодня правительство ищет факторы роста внутри страны, на внутреннем рынке. Вот, и, наверное, рубль, в общем-то, упал в связи с тем, что у нас темпы роста экономики за второй квартал крайне низкие. То есть о темпах роста даже не приходится говорить вообще. То есть внешние факторы, да, мы все-таки, ну, может быть, не всегда, да, но в какой-то степени все-таки привыкли уповать на какие-то события. Если там больше 50% это внутренние факторы, конечно, то есть не внешние факторы. Я понял. Хорошо, спасибо, Илья. Вернемся, собственно, к разговору вокруг политики, монетарной политики Центрального банка Российской Федерации. Вот эти ожидания на следующем заседании снижения процентной ставки, насколько они оправданы, во-первых. И, во-вторых, хотелось бы услышать ваше мнение тоже, ну, твое прежде всего. Поможет ли это, да, то есть Виталий абсолютно прав. Представь, сейчас наши руководители ищут способы, да, поддержать российскую экономику, как минимум, как минимум внутри, наверное, да, где-то внутри, не извне, потому что внешние факторы не работают. Как ты думаешь, оправданно это? Еще, конечно, способы поддержать нашу экономику, наверное, надо было бы усиливать расходы, соответственно, только вопрос-то ведь... Подожди, надо было бы, во-первых, когда это надо было бы, а во-вторых, расходы-то, собственно, достаточно, да, ну, если говорить о развитии внутренней инфраструктуры, то есть у нас много таких значимых проектов, которые... Конечно, но просто... Можно, конечно, построить скоростную дорогу Москвы-Казани, естественно, но ведь даже будут освоены средства, потрачены, будет вклад в ВВП, естественно, внесен. Но возникает вопрос, а будет ли дальше вносить это построение, вот это вот, то, что построили в будущем в ВВП, в принципе, или произойдет как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда. Тут вопрос очень тонкий, на мой взгляд, интересный, и мы тут можем просто в политику свалиться. Ну, давайте в политику не будем. Читаешь газеты, когда вот видишь там всякие, что ничего в России не движется, если нет коррупционного момента, то есть это двигатель экономики, поэтому не хотелось бы просто переходить в политику здесь. По поводу Центрального банка, ну, допустим, даже он снизит ставки, ну, прекрасно, ну, вот мы смотрим, посмотрим на тот же ЕЦБ, да, вообще ставки почти в нуле. Ну, трансмиссионный механизм не работает, ведь эти ставки надо передать в реальную экономику каким-то образом, но вот как это сделать? Опять мы здесь наткнемся на какие-то структурные проблемы, и можем получить совершенно нормальную вещь. Вот снижение ставки, получим атаку на рубль, ослабление валюты, бегство, скажем, с ОФЗ. Ну, тут ведь очень тонкий момент, и тоже заявление Минфина вот сейчас, что он не будет в августе, просто помогает, посмотрите, начиная с июня-июля, да, сколько раз уже двигал корзину вверх, перемещал Центробанк, то есть ему довольно трудно, несмотря на то, что рубль, конечно, полностью под контролем, и, естественно, никакой реальной атаки получиться не может, потому что просто столько денег нет, чтобы выкупить золотовалютную резерву Центробанк. Но, тем не менее, Центробанк довольно сильно сопротивляется сейчас валютным спекулянтам, ну, может быть, даже и, в общем-то, накажет их. Не исключен такой момент, но поэтому напрямую снижение ставки, насколько я понимаю, просто снижение ставки, в общем-то, экономике сильно не поможет, на мой взгляд. По крайней мере, потому что здесь другие факторы будут действовать. По поводу нефти вот хотел еще добавить, если это возможно. Вот, на мой взгляд, вот та самая история, которая сейчас протекает в Америке о том, чтобы выгнать банки из этой области, из торговли товаром непосредственным, как раз может означать, что сливки уже сняты. Вот и все. Не совсем понял, что значит... Сливки сняты в этом бизнесе, и дальнейшего вот такого какого-то существенного роста, как мы видели, ну, будет болтаться где-то здесь. Плюс еще момент, на мой взгляд, такой достаточно важный. Ведь Америка хочет стать энергонезависимой. Она планирует, ну, насколько я помню, к 17-му, что ли, году вообще практически, ну, чуть ли не отказаться от импорта нефти. Это же будет мощный передел рынка. И что там будет тогда, если она еще в придачу ко всему начнет экспортировать, если сжиженный газ тот же самый. Вот, уже нефть в Европу. Поэтому здесь в эпоху перемен живем каких-то. Не дай вам бог, да, как говорили китайские мудрецы. А нам, к сожалению, выпала такая судьба. Ну, никуда не деться, надо каким-то образом выживать. Хорошо, спасибо огромное. Значит, смотрите, у нас две минутки еще есть. Давайте мы вернемся. А, кстати, вот, поскольку две минутки, я думаю, нам будет достаточно. Про золото мы заговорили, Илья. Значит, собственно, перспективы его, да, опять мы попытаемся сейчас озвучить его падение с недавних максимумов. Ну, причины более-менее мы уже озвучили. Это падение последнее, как ты думаешь, вот уровень, там, в районе 1200 долларов за тройскую унцию. Многие говорят, что это уже уровень, да, там, себестоимости, его реальной добычи. И ниже наверняка мы можем и не увидеть. На твой взгляд. Ну, опять же, здесь все будет зависеть от монетарных уже, от дальнейшей монетарной политики. В принципе, я не удивлюсь, конечно, но мне кажется, что на этих уровнях физическое золото можно брать. Именно физическое золото, конечно, не бумажки вот эти вот всякие, под которыми непонятно что. А физическое золото, да, нормально. Кстати, время, наверное, не успеем ответить, но тем не менее. Если действительно связать изменения политики Федрезерва с ценами на золото, вот с пресворачиванием КОИ-3, что мы можем увидеть? Опять вниз? Ну, дело в том, что золото потеряло тот блой блеск, и мне кажется, сегодня люди понимают, что оно вкладывает деньги в производственные активности. Спасибо огромное, но блеск оно не потерял, слава богу, да. Еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Я хотел бы подчеркнуть, да, не только мы с вами озвучиваем эту мысль, мир не будет таким, как прежде. Надо к этой идее, да, привыкать, надо на эту мысль настраиваться все-таки, да. Я помню, что мы где-то полгода назад все в поисках парадигмы, новой парадигмы. Ну, действительно, меняется парадигма. Но мы на рынке нефти, газа, смотри, мы много говорили об этом. Поэтому меняются рынки, меняется мир. Но другое дело, что мы уже привыкли, что нормально то, что происходит сегодня, а может быть, это не совсем... Нормально, да, для того времени. Согласен, согласен, согласен. Ну, видишь, человек к всему привыкает, может быть, это и к лучшему. Итак, друзья мои, я напомню последние 10 минуточек нашего эфира. У меня в студии сегодня Виталий Крюков, аналитикационного финансового дома капитала, Илья Сизов, директор департамента управления активами и исследований рынков Московского фондового центра. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, ну и пытаемся что-то прогнозировать. Виталий, прервал я тебя к разговору о золото. О золоте, да, все-таки блестеть оно продолжает так же, да? Ну, я в таком переносном смысле, конечно. Я понимаю прекрасно. Мне кажется, сегодня люди понимают, что основной там объект инвестиций должны быть все-таки производственные активы. Тема сбережений, она, ну, для кого-то остается актуальной, наверное, для тех, у кого очень-очень много нулей на банковском счете. Но для большинства населения тема сбережений, она все-таки, мне кажется, ну, не тема там на 5-10 лет вперед. То есть надо людям искать производственные активы, которые приносят отдачу на капитал выше, чем на процентные ставки. И причем, к сожалению, золото не производит доход. То есть это не функция золота. Вот, поэтому я бы, наверное, ну, то есть я не говорю о том, что золото будет падать и его не надо покупать. То есть у людей свои там вкусы там, да. Но мой выбор, конечно же, не в пользу золота. Поэтому я в большей степени смотрю на активы, которые генерируют кэш, которые производят постоянный денежный поток. Золото, к сожалению, не относится к таким активам. Ну, бог к ним, к сожалению, не к сожалению. Очевидно, да, золото к этим активам не относится. А что из этих активов мы могли бы вот сегодня обсудить? Ярких представителей. Это рынок акций все же. Ну, мне кажется, на рынке акций надо смотреть на истории, которые сегодня есть на внутреннем рынке. И есть компании с фокусом на внутреннего потребителя, на инвестиции, которые делает бюджет государства. Вот мы уже говорили о строительстве железных дорог, строительстве просто автомобильных дорог. Вот, и в целом инвестиции вот в такие истории, они сегодня очень интересны. И, к сожалению, у нас внутренний рынок очень узок. И на бирже представлено очень мало интересных имен. Вот даже просто взять список акций биржи, да, и сравнить даже с теми отраслями, которые есть на китайском рынке, мы увидим, мы просто будем в шоке. Вот я взял и посмотрел, сколько там в Китае только отраслей под отраслей и под под отраслей. Не говоря уже о конкретных именах, да? Не говорить уже об именах, да. Там просто кратно, там просто отраслей и под отраслей больше, чем у нас акции. У нас отдельная бумага. Да, поэтому у нас очень скуден выбор на бирже. И мне кажется, надо смотреть на отдельные идеи на вне биржевом рынке. То есть есть рынок RTS Board, многие боятся, говорят, ну вот почему мы должны вкладывать свои деньги на вне биржевом рынке, учитывая то, что крупные компании не показывают рост. Так вот именно потому, что вы должны искать идеи, которые приносят вам стабильный денежный поток в долгую. А этот страх откуда рождается? Вот от того, что речь идет о вне биржевом? Ну, то есть условно говоря, кажется, у людей такое ощущение, что вне биржевой рынок, это рынок второго сорта какого-то. Серый, черный, непонятный. На самом деле, чтобы стать большой компанией, сначала компания была маленькой. Вот, и эти маленькие компании можно покупать на вне биржевом рынке, смотреть интересные идеи. Эти компании могут вырасти, и потом их переведут на биржу уже, да. Поэтому таких историй огромное количество. Вот, и надо очень внимательно смотреть вот именно за идеями на вне биржевом рынке. Я понял. Спасибо огромное. Илья, смотри, вот действительно, Виталий сейчас сравнил. Я так понимаю, да, просто тебе пришла такая идея, да, посмотреть, как обстоят дела на бирже китайской и как обстоят дела на бирже российской. Да, просто так. Задач не было какой-то конкретной, да. Может быть, для средств массовой информации, разве что только. Ну, очевидно, да, что мы в данном случае проиграем существенно. И причем даже сравнение-то было корректное с одним из развивающихся рынков. Потому что не говорим про Штаты, да, и тогда про Европу. Это проблема, проблема очевидная. Как ее решать? И точнее, это проблема кого? Это проблема несовершенства нашей инфраструктуры, я не знаю, биржевой? Или это проблема несовершенства, я не знаю еще, инфляционного сознания, да, эмитентов, возможных эмитентов? Просто не все, да, огромное, минимальное количество эмитентов не рассматривает, да, выпуск акций, выход на биржу как способ привлечения компетенций. В чем проблема, как ты считаешь? Как-то довольно давно я прочитал такую мысль, что фондовый рынок, его экономический смысл в том, чтобы снижать транзакционные сдержки в экономике. Вот, если он работает в этом направлении, то тогда он развивается. Если он не работает в этом направлении, ну, естественно, он не развивается. Ну, посмотрим на наш рынок, действительно, индекс ММВБ, там, РТС, так далее. Если мы, вот, посмотрим, ну, данные, официальные данные, да, 80% ликвидности сосредоточено в индексе ММВБ-10. Все, вот 10 компаний. Все остальное непонятно что нет. Даже можно сузить, наверное, там, по трех, четырех. Эти десять еще, да? Еще сузить. Еще сузить. Смотреть какие-то истории, ну, вот я уже, как ты говорил, по-моему, в прошлый раз, да, здесь, надо обладать соответствующей квалификацией, конечно. Если люди обладают квалификацией, почему нет? Нормально. Хорошо. Но, если речь идет о, я не знаю, извлечении каких-то денежных знаков с приемлемым уровнем риска, ну, тогда, скорее, надо работать, действительно, в том, где есть ликвидность тех инструментов, где есть ликвидность. Да, это вот, как раз, вот это вот ММВБ-10 и даже меньше. Вот, поэтому вопрос, что люди, в зависимости от того, какую цель они себе ставят, люди, соответственно, они должны выбирать соответствующие инструменты. Ну, люди, смотри, это, конечно, в смысле, это инвестор, да, ты о них говоришь? Ну, я не знаю насчет инвесторов. Инвесторы — это нечто такое красивое, большое, и летает где-то там инвесторы. Хорошо, по-другому можно это делать. У спекулянта. Хорошо, спекулянты. Спекулянты. А у спекулянта простая вещь. У него есть мера риска, которую он на себя принимает. Вот и все. Первое, что, когда пришел на рынок акций, или, ну, в любое дело, когда человек начинает, правильно, он несет затраты. Вот, поэтому, если ты что-то покупаешь, ты должен сразу быть готов что-то проиграть немедленно. Я с тобой согласен, но, тем не менее, вопрос немножко другой. Смотри, спекулянт, он приходит на российский фондовый рынок, он видит ММВБ-10, а то и 3, и принимает торговые решения. А, с другой стороны, почему у нас убогий фондовый рынок такой? Это же не вина спекулянта. Нет, конечно. Он бы с удовольствием, да, если бы было ММВБ-500, например, он бы с удовольствием там развернулся. Ну, естественно, это же уже должно быть другое состояние экономики, понимание, зачем нужен фондовый рынок уже на уровне, я не знаю, на самых высоких уровнях. А в Китае есть, Виталий, такое понимание? Удивительно просто, да, вот, казалось бы, китайский рынок, но где Китай был еще там 20 лет назад, да, мы даже вообще не обращали внимания на него. Ну, там в индексе компаний просто безумное количество, и почему-то вот сами компании понимают, что им это важно делать, и важно идти на биржу, иметь какую-то официальную котировку. Мы там не говорим о том, что многие компании просто там пустышки там, дутые какие-то там. Есть такие примеры, да. В Китае такое есть, конечно, но у нас просто не сформирован рынок, вот именно вне биржевой рынок, почему-то частные инвесторы ограничены в своем доступе к этому рынку. Хотя очень интересные истории происходят там, то есть и формируются очень мощные тренды глобальные, да, потому что, то есть взять там олигархов нулевых, годов наших, да, которые купили активы и скупали активно до кризиса, эти активы, они имеют некую котировку, они имеют рынок вне биржи, да, и можно участвовать вместе с этими олигархами в их бизнесе. То есть покупая акции, вы покупаете долю в бизнесе. Совершенно верно. Вы же не просто покупаете бумажку какую-то. Если вы верите, что государство будет вкладывать в строительство дорог, там, мостов, еще чего-то, то можно искать компании, которые делают на этом денежный поток. И платят акционерам высокие дивиденды с этого. Вот. То есть они же не вам лично платят, они платят вот тем крупным акционерам, которые имеют там доли. А вы можете также участвовать в этом процессе. И последняя минутка у нас осталась. Илья, ну давай уж, поскольку Виталий более-менее озвучил свои по этому поводу мысли. Ну, в нынешний момент, кратко, среднесрочные перспективы. Что было бы интересно на российском фондовом рынке для того самого инвестора-спекулянта? Инвестора-спекулянта. Ну, наверное, больше для спекулянта даже. На мой взгляд, это Газпром. Стандартный набор. Ну, да. ВБ-10, я понял. Норильский никель, Роснефть и традиционно Сургут нефть и газ. Вот совершенно хорошие бумаги с идеями, в числе и спекулятивные. Да, да, я понимаю. Ну, они как-то отраслево, они как-то очень похожи друг на друга. Да, конечно. То есть ты принципиально не рассматриваешь ничего другое, кроме сырьевки? Нет, я принципиально не рассматриваю сейчас ничего, кроме спекуляций. Я понял. Вот что важно. А поскольку, наверное, наиболее ликвидные бумаги, соответственно, проще всего ими и спекулировать. Да. Я понял. Спасибо огромное. Виталий Крюков, аналитика ФД «Капитал», Илья Сизов, директор департамента управления активами и исследований рынков МФЦ, были сегодня в сухом остатке. Спасибо вам, уважаемые гости. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Как всегда, увидимся завтра. До свидания. До свидания.